Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Имя «Анапы» и на земле, и в небе. В авиакомпании России появился аэробус, названный в честь нашего города. «Ночь музеев» бьёт рекорды, чем удивили организаторы в этом году. Готов к труду и обороне. В эту субботу около 300 анапчан приняли участие в забеге к одни памяти жертв СПИДа и получили знаки отличия ГТО. Сегодня судебные приставы приступили к сносу незаконных построек на территории пляжа на Бугасской косе. Демонтаж проводится по решению суда, которое было принято ещё в 2016 году. До этого времени за проход на Бугасскую косу с посетителей взимали плату. Анапский суд запретил платный въезд. Несмотря на это, шлагбаум продолжал работать. В прокуратуре пообещали с этим разобраться. В июне 2016 года сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно с судебными приставами добились сноса шлагбаума на въезде на Бугасскую косу. Шлагбаум и контрольно-пропускной пункт демонтировали. В мае 2017 года Бугасская коса оказалась в центре скандала после того, как накануне оттуда выгнали кайтеров. Арендатор пляжа на Бугасской косе разобрал их тренировочный лагерь, а также установил заграждение и требовал плату за въезд на косу. Ранее внимание правоохранителей к этой ситуации привлёк губернатор Кубани Вениамин Кондразев. На прошедшем в Анапе Совете безопасности он подчеркнул, что все пляжи должны быть доступными для отдыхающих, а в бизнесе дельцов, которые устанавливают свои порядки, в том числе и на Бугасской косе, необходимо разобраться в ближайшее время. Глава города-курорта Сергей Сергеев на прошлой неделе выезжал на Бугасскую косу вместе с сотрудниками полиции и судебными приставами и потребовал демонтировать шлагбаумы. Анапа взмывает в небо. Теперь именем нашего города-курорта назван один из самолетов авиакомпании России, которая входит в группу Аэрофлот. Встреча именного борта сегодня состоялась в международном аэропорту Анапа. Воздушное судно «Аэробус А-319» вместимостью 128 пассажиров прибыл из Москвы в 12.40. По словам пресс-секретаря авиакомпании России Сергея Старикова, который был в числе прилетевших, борт был назван в честь нашего курорта не случайно. Аэропорт Анапа – важная точка для полетов в настоящее время и развития дальнейшего сотрудничества. Для авиакомпании «Россия» это очень знаменательное событие, потому что развитие курортного направления – одно из приоритетных направлений развития маршрутной сети авиакомпании. С начала года авиакомпания выполнила более 300 рейсов Анапу. Было перевезено более 26 тысяч пассажиров, что почти в четыре раза больше, чем годом ранее. С 21 мая было открыто авиасообщение между Анапой и Оренбургом. В ближайших планах уже со 2 июня авиакомпания начнет выполнять рейсы в наш город из Екатеринбурга. По словам генерального директора компании «База Лайра» Леонида Сергеева, открытие новых рейсов в Анапу – это хороший показатель развития территории. У нас традиционно очень хорошие связи с компанией «Россия» и группой «Аэрофлот». И в этом году за четыре месяца Анапа перевезла на 11% больше, но компания «Россия» конкретно идет с обережающими темпами. И в преддверии такого интереса к этому региону, как авиакомпания увеличивает чистоту и сетку своих полетов, мы делаем для этого новый терминал. Вы знаете, что мы будем новый терминал открывать, который в два раза больше, чем старый, а в опускной способности тоже в два с половиной раза больше. Мы очень рады этому сотрудничеству и надеемся, что оно будет только укрепляться и продолжаться, усиливаться, скажем, на протяжении следующих лет. В торжественной обстановке представителям авиакомпании был вручен макет аэробуса начальника управления по санаторно-курортному комплексу и туризму городской администрации Дмитрию Ерохину, который отметил, что Анапа готова принимать на достойном уровне и наших заграждан, и иностранных туристов. На сегодняшний день уже 71 объект работает по системе, все включено. И мы можем дать достойный уровень от трех звезд и до пяти. Поэтому мы двигаемся вперед, и благодаря успешной работе с нашими коллегами, я думаю, что не один самолет будет носить именно Анапа. Может быть, это начало какой-то хорошей традиции. В день святителя Николая Угодников фермеры Лазарева с полным правом могут зваться теперь и промышленниками. Отец, сын и внук – все представители крестьянской семьи гордятся именем Николай. Так что открытие цеха по переработке молока со своей животноводческой фермы с удовольствием приурочили ко дню почитания Николая Чудотворца. Семья Лазаревых – люди скромные. Они – труженики, прежде всего, и красную ленточку перерезают всей семьей впервые. Хотя цех переработки молока – большая и давняя мечта, к осуществлению которой они шли все вместе, будучи фермерской семьей по маленьким шагам, начиная с 8 гектаров зернового клина. Потом 30, 100, 300. В настоящее время у нас 1200 гектаров земель. Ну, земли в основном все находятся в аренде. Николай Васильевич с удовольствием и большим знанием дела проводит экскурсию по мини-заводику. Здесь все оборудование отечественное, работает исправно. Сертификат на выпуск продукции имеется. И вот она во всей красе, здесь же, на столе. Ароматная, красивая, без стабилизаторов, живая и вкусная. Пансионат «Урал» помог предпринимателю осуществить давно задуманное. Мы субсидировали при помощи краевого бюджета 50% приобретения поголовья крупнорогатого скота. И далее, уже после того, как было запущено животноводство, вот на примере данной кооперации мы видим, как поступили вливания в крестьянско-фермерское хозяйство от санатория «Урал». Предоставлены средства для строительства этого цеха. А возвращать денежные средства будут уже в виде собственной переработанной продукции. Можно искренне позавидовать и пансионату «Урал», куда будет фермер поставлять свою продукцию, и тем, кто будет ее покупать в специальном павильоне на ярмарке «Привоз». Дегустационный стол продемонстрировал возможности новоиспеченных сыроваров. В семье уже давным-давно выпуск домашних сыров опробован. Кроме того, женская половина фермерской семьи намерена начать выпуск мини-тортиков и сливок. Вся продукция, начиная с молока, изумительного качества. И везде у лазаревых порядок. И в поле, и на ферме, и в семье. Николай Васильевич у нас социально ответственный, постоянно помогает своему сельскому округу, главе администрации. И хотелось сказать, что достойно был признан человеком года по профессии настоящий хозяин нашего муниципального образования. Всякий раз рискуя и просчитывая каждый шаг, лазаревые, опираясь на поддержку администрации города и крестьянское трудолюбие, идут вперед. В Краснодарском крае запустят программу поддержки развития начинающих кооперативов. Об этом сегодня заявили на региональном аграрном совете, который прошел в Краснодаре. Новая региональная программа «Начинающие кооперативы» будет аналогичной уже существующей федеральной по поддержке начинающих фермеров. В рамках программы новым фермерским объединением будет компенсировано в виде грантов до 90% вложенных средств на создание и развитие материально-технической базы. На эти цели из краевого бюджета уже выделили 100 миллионов рублей. Рекорд побит. Небывалое до этого времени количество людей посетило в минувшие выходные ночь музеев. Организаторам даже пришлось продлить мероприятие. Более пяти часов в археологическом музее Гаргипи работали интерактивные площадки, проводили экскурсии и выступали артисты. Одно из наиболее ярких зрелищ – бой гладиаторов. Это новое шоу, которое прошло в амфитеатре музея. Аплодисменты в эту ночь звучали не раз. Музей подготовился основательно. Программа обширная на любой вкус и возраст. В результате рекордное число посетителей. За ночь в музей побывало более 9 тысяч человек. Придумали очень много интересного нового. И вот таким образом пытаемся заманить к себе, как бы можно больше посетителей, показать свой музей, рассказать, что у нас нового. Особый интерес вызвала интерактивная площадка «Гераклов узел». Здесь можно было не только посмотреть, но и самому попробовать. К примеру, спрясть пряжу или намолоть муки. Во-первых, что это? Первый вопрос. Потому что вот лежит камень, вроде бы ничего из себя не представляющий. Второе, как? Вера теперь точно знает ответ на этот вопрос. Она пришла в музей с родителями. Семья Костиковых приехала в Анапу из Рязани. Мимо площадки пройти не смогли. Осваивали древнее ремесло всей семьей. Лучше всех получилось у дочки. Вот так, как бы, тянешь и получается мука. Ты раньше знал, что к мугу делают? Нет. В этот раз музейным работникам помогали волонтеры. Некоммерческая организация «Серебряный возраст» известна своим участием в спортивных мероприятиях. Теперь они освоили и культурное пространство. У нас был инструктаж. И на протяжении двух недель у нас проводили с нами инструктаж, экскурсию. Сотрудники музея рассказали, как все это будет. И мы пришли подготовленные со знанием дела. Самым зрелищным мероприятием этой ночи стали глазиаторские бои. Театрализованное шоу постарались сделать не только ярким по форме, но и правдивым по содержанию. Режиссер по основной профессии – культуролог. Костюмы и оружие делали, сверяясь с историческими документами. Но актеров подбирал уже, основываясь на своем понимании основных качеств гладиатора. Умение работать. Самое главное – работать. Работа и выносливость. Основные качества. И немного артистизма. Ночь музеев закончена, а в археологическом музее уже начали готовиться к следующим мероприятиям. Большая культурная программа ждет гостей и жителей Анапы в день открытия сезона. Не менее зрелищными должны стать Ночь кино. Традиционно она пройдет в последнюю неделю августа. И Ночь искусств, которая состоится в ноябре. В городе-курорте начали активно готовиться ко Дню защиты детей. Анапа была и остается главным детским курортом страны. В одном из самых уютных дворов города-курорта провели праздник, предварительно осовременив один из местных символов. Работу мастер завершил на глазах у публики. Республика детства. Надпись «Финальный штрих». Каждый может увидеть, как делается рисунок в технике графики. Раньше здесь были пальмы и море, но картинка уже выглядела не очень презентабельно, поэтому решили сделать новую в современном молодежном стиле. Это продолжение. Также следующий этап. Первый этап был у нас сквер-бульвар, который реализовался в 2016 году. И потихоньку, совместно с администрацией, делаем непосредственно благоустройство преддомовой территории. Новый сквер в шаге отсюда. Сегодня это одно из излюбленных мест для отдыха жителей окрестных домов. Сегодня все на празднике. Площадка, где он проходит, постоянное место для проведения таких мероприятий. По самым разным поводам для детей сразу из нескольких окрестных дворов. Такое вот общение дает, что люди сближаются, они очень рады потом друг другу, они общаются, знакомятся. И потом совместно, смотря на то, что мы сделали, они тоже стараются сделать красоту в своих дворах. Дети – полноправные участники процесса. Они помогают разбивать клумбы и ухаживать за цветами, участвуют в субботниках. По итогам года отмечают самых активных. По словам Алексея Аксенова, в ближайших планах установить новую детскую площадку. Источник финансирования пока прорабатывают. В эту субботу около трехсот инопчан приняли участие в забеге ко Дню памяти жертв СПИДа. Финишировали на театральной площади, где прошла торжественная церемония вручения значков «Готов к труду и обороне». Мы не бежим на результат. У нас оздоровительный такой бед. Мы показываем, что мы любим спорт, что мы за здоровый образ жизни. Правильно? Да. Поэтому мы потихоньку бежим по набережной. Все вместе. Никто никого не обгоняет, не толкает. Начальник городского управления физкультуры и спорта Сергей Ткаченко инструктировал участников. Дистанция около трех километров. По набережной, до центрального пляжа, затем на улицу Горького. Финиш на театральной площади примерно через 15 минут. Результат – что-то около третьего юношеского разряда. Ксения занимается плаванием в школе «Виктория». Решила пробежаться, потому что любит спорт. Отлично! Это вообще сложно, знаете. Ну, кому как? Забег прошел в рамках всероссийской акции «Стоп-спид». Мероприятие открывает легкоатлетический сезон в городе-курорте. Я хотел бы, чтобы вы все влились в эти же ряды и были вот на этих площадках, на спортивных, их достаточно много и защищали честь нашего города. Ну и активно участвовали в спортивной жизни нашего города, города-курорта Анапы, города войской славы. Вы должны быть патриотами и не только вы, но и мы приглашаем наших гостей участвовать во всех наших спортивных программах, в том числе и в сдаче норм ГТО. На сцене вручали значки ГТО самым юным спортсменам по 3-4 года. Нормативы комплекса разработаны для всех возрастных групп. В руках у Марины золотой значок пятой ступени из 11. Девушка занимается легкой атлетикой в школе «Олимп». Мне захотелось там бояться. Мне всегда нравится проходить спортивные испытания, зарабатывать, достигать что-то в жизни. Те, кто не успел сдать нормативы или хотел просто попробовать свои силы, мог сделать это. Там же на площади. Организаторы надеются, что год от года желающих будет все больше, как и участников общегородских забегов. 28 мая на все территории края Краснодарским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» будет проведено предварительное голосование. Цель этого голосования – определить лиц, которые в последующем будут выдвинуты от партии кандидатами в депутаты законодательного собрания Краснодарского края 6-го созыва. Узнать адрес счетного участка, на котором вы сможете проголосовать, можно на интернет-сайте, указанном на экране. Время голосования – с 8 до 20 часов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Медицинская программа для вашего ребенка. Ежемесячный профилактический осмотр. Неограниченное посещение врача-педиатра в случае болезни. Скидки на дополнительные услуги центра до 20%. От 3500 рублей в год. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419.